Джогургок Янеш принял отставку президента. В ходе внеочередного заседания парламента Сорунбай Джейнбека выступил с обращением, где отметил, что для него превыше всего целостность страны, единство народа и согласие в обществе. В свою очередь, согласно закону, после ухода в отставку президента, исполняющим обязанности главы государства должен стать спикер парламента Канадбек Исаев. Однако, в связи со сложившейся ситуацией в стране он отказался от исполнения обязанности президента. В связи с отказом Исаева и О главы государства был назначен Садыр Джапаров. Подробности в следующем репортаже. В государственной резиденции Аларча прошло внеочередное заседание депутатов Джогургок Янеша. На повестке заседания стали два вопроса. Это отмена чрезвычайного положения в городе, которое должно было продлиться до 19 октября, и отставка президента. По первому вопросу, то есть отмену чрезвычайного положения, депутаты поддержали единогласно. Отметим, на заседании приняли участие около 76 народных избранников. После рассмотрения вопросов отмены чрезвычайного положения в зал НСА государственной резиденции Аларча вошли Сорумба, Джимбеков и Садыр Джапаров. На внеочередном заседании парламента стоял второй вопрос принятия к сведению отставки президента. Решение нардепы поддержали. 15 октября исполнилось ровно три года с тех пор, как Сорумба Джимбеков был избран на должность президента страны. Выступая перед депутатами, экс-глава государства отметил, что, опираясь на поддержку народа совместно со всеми ветвями власти в период его президентства, удалось решить немало задач внутренней и внешней политики. Получилось укрепить партнерство со странами во взаимоотношениях, с которыми наблюдалась некоторая натянутость. Немало работ было сделано и в развитии цифровизации страны, обеспечению населения чистой водой, жильем, освоении новых земель. Чтобы сократить внутреннюю миграцию, я сосредоточил усилия государства на политике регионального развития. Нам удалось перенаправить средства из бюджета и финансовых институтов страны в регионы. В целях усиления экспортного потенциала нашей страны была оказана существенная финансовая поддержка предпринимателям в регионах, особенно занятым в сфере перерабатывающей промышленности. Мы продвинули судебную реформу, вели борьбу с коррупцией, сумели дать старт реализации проекта «Безопасный город», который уже много лет являлся предметом споров и обсуждений. Патрульная милиция начала свою работу в столице страны. Идет работа по ее формированию в Оше. Вся эта и другая работа проводилась прежде всего для улучшения жизни каждого гражданина. Для меня превыше всего целостность нашей страны, единство народа, согласие в нашем обществе, подчеркнул Сорумба Джимбека в своем последнем выступлении в качестве президента. Он отметил, что для нашей страны с 6 октября начался новый отсчет времени. Это факт. Что даст этот поворотный момент? История и время дадут свою оценку. Эти дни были самым тяжелым периодом для каждого кыргызстанца. Выражалась поддержка в мой адрес, в то же время от меня, как от главы государства, требовали скорейшего урегулирования сложившейся ситуации. Высказывалась жесткая критика. Не буду повторяться, какие были приняты меры во время политического кризиса в стране. Я приложил все усилия, чтобы вернуть страну в правовое поле, отметил Сорумба Джимбеков. Не буду повторяться, какие были приняты меры во время политического кризиса в стране. Я приложил все усилия, чтобы вернуть страну в правовое поле. Проводил консультации как с известными деятелями страны, так и с партнерами. Сотни моих соотечественников выражали свою обеспокоенность, давали советы. Я еще раз убедился в том, что для всех нас нет большей ценности, чем интересы нашей страны. Я всегда говорил, что у нас сильное и открытое гражданское общество. Усилия гражданского общества и средства массовой информации в эти дни были направлены на то, чтобы доказать, что Кыргызстан – это правовая страна. Я признателен всем за такую гражданскую позицию. Народные дружины, поддерживавшие общественный порядок в эти непростые дни, являются настоящими героями. Они достойны глубокого уважения жителей Бишкека. Для меня самое дорогое – здоровье каждого гражданина, жизнь каждого соотечественника. Я решил уйти с поста президента, чтобы сохранить мир в нашей стране и не допустить раскола в обществе. Очевидно, что в обществе по-разному воспринимают мое решение. Было ли оно верным или нет, покажет история и время. Я чист перед Всевышним, перед своим народом. Свой опыт, накопленный за прожитые годы и за время работы на разных должностях, в том числе и в качестве президента, намерен и впредь использовать в интересах народа. Конечно, не могу не жалеть о том, что остается немало незавершенных дел. Предстояло выполнить еще немало задач. У каждого президента бывают большие мечты и заветные цели. Одной из моих амбициозных целей был проект строительства железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан». По этому проекту состоялись переговоры на высшем уровне и уже было принято политическое решение. Эксперты уже приступили к работе, делу уже был дан ход. Вы знаете, что этот проект, как воздух и вода, важен для будущего Кыргызстана. Уходя с должности президента, я обращаю внимание пришедших к власти соотечественников на необходимость продолжения этого дела. Желаю, чтобы удалось реализовать данный проект. Дорогие соотечественники, конечно, были недостатки и недочеты в моей работе. И прошу прощения за них у соотечественников. Каждому каргызстанцу желаю крепкого здоровья и счастья. Пусть в каждом доме царят мир и благополучие. Выражаю огромную благодарность всем каргызстанцам, которые верили в меня и поддерживали все эти три года президентства. Всем ветвям власти, государствам и местным органам, с которыми работали вместе, своему аппарату, гражданскому обществу и медиасфере. Желаю успехов новой власти, которая возложила на свои плечи ответственность за судьбу страны и народа. Судьба каждого из нас зависит от воли Всевышнего. Пусть милосливый и милосердный Аллах оберегают нашу любимую родину. И пусть на нашей благодатной земле всегда царят мир и согласие. Удачи вам, дорогие соотечественники. Отметим, согласно закону, после ухода в отставку президента, исполняющим обязанности главы государства должен стать спикер парламента, то есть в данном случае Канадбек Исаев. Однако в связи со сложившейся ситуацией в стране спикер отказался от исполнения обязанности президента. Исаев подчеркнул, что будет прилагать все усилия для принятия своевременно нужных законов и решений на уровне парламента. Учитывая сложившуюся общественно-политическую ситуацию, важнейшие задачи которой стоят перед законодательным органом государственной власти по стабилизации обстановки в стране, я решил сконцентрировать свои усилия непосредственно на работе Джогурку Кенеша. Также в связи с тем, что срок работы шестого созыва парламента истекает, я считаю для себя невозможным исполнение полномочий президента. В связи с отказом Канадбека Исаева от исполнения обязанности президента и его главы государства был назначен Садыр Джапаров, который подчеркнул, что направит все усилия на то, чтобы сохранить внешнюю политику и другие важные направления развития страны. Я готов направить все силы, чтобы выполнить полномочия, которые мне переданы. Если бы мы не пытались стабилизировать ситуацию 5-6 октября, то здесь бы не сидели. К счастью, не было мародерства и захвата в частной собственности. Не было революции. Власть поменялась мирным, законным путем. Президент ушел в отставку по собственной инициативе. Самое главное, не дал свершиться кровопролитию. Именно он поспособствовал решению вопросов по стабилизации ситуации в стране, отметил спикер парламента. И подчеркнул, что за Сурумбаем Джимбековым сохранится статус экс-президента. Я считаю правильным сохранить статус экс-президента Сурумбая Джимбекову. Он добровольно сложил свои полномочия для стабилизации ситуации в стране. Все эти тяжелые дни он прилагал усилия для того, чтобы в стране был мир и покой. За прошедшие три года было проделано много работы в развитии регионов. Особое внимание уделялось решению социальных проблем. Строительство школ, детских садов, больниц, обеспечение чистой питьевой водой и развитие ирригации стали приоритетными в деятельности главы государства. Радует и то, что Сурумбай Джимбеков не оставил без внимания вопросы поддержки детей, мигрантов и малообеспеченных семей, отмечают депутаты. Благодаря работе главы государства были поддержаны многие социально значимые законопроекты. Так, за 26 лет был внедрён закон, оказывающий содействие матерям и женщинам. Начали выдавать Суинчупул. Детям из малообеспеченных семей начали выдавать пособия и пенсии. Также в рамках развития регионов был внедрён закон о 30-процентной квоте женщинам в военных кенешах. Отметим, на внеочередном заседании парламента принял участие вновь вернувшийся Джогурку Кенеш депутатом 6-го созыва Умирбек Тикибаев. Прежде всего он отметил, что в Кыргызстане ещё не было такого прецедента, чтобы в руках одного человека сосредотачивалась абсолютная власть, президентская и правительственная. Вместе с регалиями на Садыра Джапарова ложится колоссальная ответственность исполняющего обязанности президента. Давайте мы поддержим Садыра Джапарова до того, как придёт новый президент и создадим условия для реализации его реформ. Проявить себя можно даже за 100 дней. Есть такая практика. Поэтому нужно создать Садыру Нургоджоевичу все условия для его работы. В ходе заседания парламентарии подняли вопрос касательно выборов. Некоторые из нардепов предложили сократить избирательный порог на 3%. Сейчас актуальным вопросом является снижение избирательного порога на 3%. Граждане страны поднимают и тему люстрации. Если вы согласны с избирательным кодексом, то нужно рассмотреть и вопрос. Введение нормы о том, что депутатом Джоуркукинеша можно стать не более двух раз. Исполняющий обязанности президента Садыр Джапаров подчеркнул, что следующие выборы главы государства и депутатов Джоуркукинеша пройдут в рамках закона. Им также было предложено и снижение количества депутатов в парламенте до 70 или 90 человек. Отмечу, что следующие выборы президента страны должны пройти не позднее – 90 дней с момента сложения полномочий главы государства. Мы никогда не будем выходить за рамки закона. На следующей неделе мы скажем, когда пройдут выборы президента. Они должны состояться до 10 января. В части парламентских выборов требуют одномандатную систему выборов, но по Конституции у нас сейчас выборы проходят по партийным спискам. Для того, чтобы это реализовать, нам нужно провести конституционную реформу. Я думаю, что ее проводить нужно, когда придет новый парламент. Я считаю, что количество депутатов нужно снизить – до 70 и 90 человек. Я думаю, мы обсудим все вопросы со спикером и лидерами фракций. По итогам заседания народные избранники пожелали Садыру Джапарову успехов и плодотворной работы. По словам депутатов, сегодня страна находится в сложной экономической ситуации. Одной из причин упадка является пандемия коронавируса. Для скорейшей стабилизации ситуации в стране и для налаживания работы всех сверхгосударства глава Кабмина, как исполняющий обязанности президента, должен сделать решительные шаги. Айтолкун Сулпуева, Бегзат Машрапов, ЛТР Бишкек.